Крылатые ракеты Возвобожденной Макеевке Луганской области постоянные обстрелы. Армия РФ не прекращает бить по населенному пункту из артиллерии, минометов и танков. Также туда пытаются зайти ДРГ, сообщают украинские защитники. На улицах Макеевки безлюдно. В поселке почти не осталось уцелевших домов. В оккупированной части Луганской области захватчики требуют писать заявление на отказ от украинского гражданства. Фактически спрятать или потерять украинский паспорт уже не получится. Армия РФ готовится к прорывам ВСУ по всей линии фронта и, вероятно, перебросят войска из Херсонщины на Бахмут, сообщает военная разведка Великобритании. Также, по ее данным, россияне построили новые системы траншеи у границы Крыма и у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 километров от линии фронта. ВСУ могут помешать армии РФ укрепиться на востоке Херсонской области. Однако развивать наступление на этом направлении Украине будет сложно, предполагают аналитики Американского института изучения войны. Через восток области идут трассы из Новой Каховки в Армянский, Геническ и трасса, ведущая на захваченные Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали один вражеский танк, четыре боевых бронированных машины, пять арт-систем, шесть крылатых ракет, пять беспилотников и 350 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ в Украине составляют почти 83 с половиной тысячи убитыми, сообщили в Генштабе ВСУ. О потерях врага в живой силе свидетельствует тот факт, что в Белгородской области вагнеровцы начали вербовать работников завода. Договорились с одним из комбинатов об отправке мужчин призывного возраста партиями по 25% работников от предприятия, сообщили в Генштабе ВСУ. Это главная новость из фронта. Подпишись на канал, поставь лайк и комментарий под этим видео. Мы ценим обратную связь.